МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа «Республика» в студии Ольга Пыречкина. И сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в рамках программы переселения из аварийного жилого фонда ключи от новых квартир получили 30 чебоксарских семей. За время действия программы с 2012 года в Чувашии переселены уже 6,5 тысяч человек. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев и глава города Чебоксара Леонид Черкесов вручили ключи первым в этом году переселенцам. Только за 2015 год в Чувашии переселили свыше 3 тысяч граждан. Практически 3 миллиарда рублей было направлено на обеспечение благоустроенными квартирами жильцов из аварийных домов. Марина Гаврилова ждала нового жилья почти 30 лет. Раньше мы жили на Богдан-Хмельницкой в 63-м доме с частичными удобствами. У нас была только холодная вода и туалет. А сейчас, конечно, мы рады, что мы вселяемся в такую квартиру благоустроенную. Мы на седьмом небе. Всего в дом по проспекту Айги в Чебоксарах переселятся 97 из аварийного фонда. По программе к 2017 году прекратят свое существование 847 аварийных домов. Мы преодолели планку 50%. Что нам остается делать? Ежегодно строить дома, переселять. Понятно, там квадратные метры мы отслеживаем. Качество работ, строительных работ и отделочных работ со стороны подрядчиков должно быть надлежащим образом выполнено. Еще 15 семей получили ключи от квартир в доме по улице Яблочково. В скором времени сюда заселятся другие жильцы. В фонд программы переселения переданы 88 квартир. Сейчас в настоящее время, конечно, очень тяжело представить, что как жилье, получаясь просто подарок. Это такой случай. Мы очень благодарны нашему правительству. Это огромная-огромная радость, что получить бесплатно такое жилье. О том, что Чувашия находится в числе лучших регионов по реализации программы переселения, еще в конце прошлого года отметил полпредпрезидента России в ПФО Михаил Бабич. Тогда в республике состоялось окружное совещание по строительству. Здесь в Чувашии картина очень благоприятна относительно многих других регионов. Она не идеальная, но здесь находят механизм, каким образом эту проблему решать. За все время действия программы планируется переселить свыше 13 тысяч человек. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, в 2017 году программа должна быть полностью выполнена. Екатерина Куприна, Андрей Шоклев, Республика. К 2020 году в городах России должно значительно увеличиться количество автомобилей, работающих на газомоторном топливе. В городах-миллионниках 50% пассажирских автобусов и техники ЖКХ должны работать на таком топливе. В городах с населением более 300 тысяч человек – 30%. Эту важную для защиты окружающей среды задачу поставило правительство страны. Какие плюсы даст переход на газомоторное топливо, какие сложности в реализации этой программы видят в регионах, обсудили на совещании в Нижнем Новгороде. С руководителями субъектов федерации и предприятия встретились полпредпрезидента России в ПФО Михаил Бабич и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. В совещании принял участие и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Городские автобусы, мусороуборочные машины, коммунальная техника – все эти виды транспорта претендуют на звание экологически чистых и экономичных, при условии, что они работают на газомоторном топливе. Специалисты утверждают, выбросы токсичных веществ в окружающую среду при этом снижаются в 2-3 раза, а уровень задымленности – в 9 раз. Сравнение явно не в пользу бензиновых и дизельных двигателей. О программе перехода на экологический вид топлива заговорили в округе несколько лет назад. Реализовывать ее намерены в несколько этапов, но даже первые шаги уже принесут ощутимые результаты, считают участники совещания. Встреча заинтересованных в этом проекте лиц состоялась на территории известного на всю страну Горьковского автозавода. Именно здесь уже начали выпуск автомобилей, работающих на газомоторном топливе. Руководство предприятия организовало для участников совещания специализированную выставку, чтобы нагляднее продемонстрировать потенциал этого сегмента рынка. Помимо чистого воздуха, программа даст и экономический эффект, считает заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Стоимость газа дешевле. Соответственно, ваша поездка в составляющей части топлива будет дешевле на эти самые 30%. Или ваш бизнес, если вы занимаетесь доставкой материалов, тоже станет более эффективной, более конкурентоспособной, ровно на 30% стоимости горючего, которого вы обычно тратите. Несмотря на явные преимущества, водители не спешат пока переводить свои автомобили на газ или закупать новые машины уже с готовыми двигателями. В первом случае много трат, во втором – не выстроен сервис. Стандарты обслуживания жесткие. Регионы вынуждены были разработать меры стимулирования. В республиках Татарстан, Чувашской республики, Пермсомграй, Кировской, Оренбургской и Пензенской областях уже предоставляются преимущества при размещении государственных и муниципальных заказов на перевозку пассажиров. В ряде регионов предусмотрено снижение размера транспортного налога, либо освобождение от его уплаты. «Газпром», в свою очередь, строит заправочные станции. Сейчас их в России 213. В этом году должно появиться еще 35. Среднесрочные цели на 2018 год у нас очень амбициозные. Мы будем работать очень быстро и оперативно. И уже к 2018 году в стране мы будем эксплуатировать 471 АГНКС. Чуваша в числе первых начала реализацию государственной программой. Пока в республике из зарегистрированных автотранспортных средств только 6% владельцев используют газомоторное топливо. На территории республики работают 55 станций, заправляющих сжиженным углеводородным газом. И одна газонакопительная компрессорная станция. Определены земельные участки под строительство еще четырех таких станций в Канажском районе, Новочебоксарске и Чебоксарах. Мы будем все делать для того, чтобы переводить транспорт на этот вид топлива, переоборудовать, переоснащать и новые единицы техники, автобусы и техники для жилищно-коммунального хозяйства. Наши бизнесмены-предприниматели, занимающиеся своим делом, занимающиеся коммерческой деятельностью, будут переоборудовать. В конечном итоге, потому что это влияет на себестоимость производимой продукции, одним словом, снижаются издержки производства. Эффективность развития газомоторного рынка покажет время. В стране, где самые большие запасы газа, стоит делать на это высокую ставку, сделали вывод участники совещания. Анастасия Алексеева, Олег Якимов, Республика. Сегодня глава Чуваши посетил Вурнарский район, где принял участие в расширенном совещании по итогам социально-экономического развития муниципалитета в 2015 году и задачам на 2016. До начала совещания Михаил Игнатьев встретился с руководством района. В ходе встречи обсуждались вопросы развития промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, аграрного сектора. Более подробно мы расскажем в нашем завтрашнем выпуске новостей. Хорошая традиция появилась в столичном детском саду номер 201. Маленькие воспитанники решили возродить Тимуровское движение. Будьте верным и честным товарищам. Верно! Жить, творить, работать всегда и везде во славу великой России. Во славу великого города. Как и герои книги писателя Аркадия Гайдара, эти ребята хоть сейчас готовы прийти на помощь. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы понять адресов добрых дел немало. Начать можно с собственного садика, со своей семьи, своего двора. Взрослые всегда поддержат детскую инициативу. Клятву на верность добрым делам вместе с кадетами из столичной сироковой школы принял председатель десантного военно-спортивного клуба «Синева» Олег Елугин. Всего самого-самого хорошего всем в этом зале. Надеюсь о том, что мы и впредь будем оказывать вам содействие по хорошей подготовке, военной подготовке, хорошим делам, которые вы настроены уже с детства. Отрядом добрых дел назвала свою старшую группу заведующая детским садом. Растим гражданин, растим патриот, растим человека. У детей как раз формируются нравственно-патриотические ценности, нравственные ценности. Во-первых, это любовь к родине, любовь к семье, к малой родине. И, естественно, через свои добрые поступки, дела, отношения гуманные к природе, к людям. И надеемся, что вот это движение юных тимуровцев в дошкольном мире, то есть поддержат и другие. Я буду честным, буду помогать взрослым, когда я вырасту, буду служить родине. Вот так с добрыми намерениями отправились сегодня в большую жизнь юные тимуровцы. Радион Архипов, Олег Якимов, Республика. Почитать, посмотреть или послушать. У современных школьников есть выбор, как изучать произведения художественной литературы. Так, по поэме Константина Иванова Нарспи ставили оперу, мюзикл, а теперь записали аудиокнигу. Вместе с 10-м классом Чебоксарской школы номер 6 ее послушала наша съемочная группа. Хорошо поставленным голосом, с нужным выражением, передавая все эмоции, читать могут далеко не все. Зато это получается у профессиональных актеров. В озвучивании аудиокниги участвовал заслуженный артист России Михаил Ефремов, который, кстати, является правнуком Ивана Яковлевича Яковлева по материнской линии. Аудиоверсия поэмы вышла на двух языках – русском и чувашском. Да и речь не помогла, шерехом таким культура так себя бы не вела. По сути, получился формат аудиоспектакля. Школьники оценили. Материал усваивается, глаза отдыхают, а актерская игра помогает глубже понять характер персонажей. Мне очень понравилась поэма Нарспи, особенно понравилась аудиокнига, потому что сама поэма, она очень красиво написана, красивыми словами, и приятно ее слушать в виде аудиокниги. Мне очень понравились, как описаны обычаи и традиции, которые были в древние времена. Это очень интересно слушать, и я считаю, что и в наше время есть такие девушки, как Нарспи. Столичная администрация уже позаботилась о том, чтобы аудиоверсия книги была во всех городских школах. Ленинский районный суд столицы признал виновной в мошенничестве президента Республиканского общественного учреждения потребителей. Следователи управления СКРП Чуваши установили, что в течение определенного времени Наталья Степанова получала незаконное вознаграждение от владельцев директоров и сотрудников продуктовых магазинов республики. Выяснилось, что осужденная в ходе контрольных проверок выявляла нарушение правил торговли, но в обмен на вознаграждение она обещала не принимать каких-либо мер по передаче информации об этих нарушениях в соответствующие органы. С октября 2014 по январь прошлого года Степанова вводила в заблуждение владельцев, директоров и сотрудников еще 14 магазинов, где также выявлялись товары с истекшим сроком годности, относительно того, что денежные средства в счет уплаты штрафов за выявленные нарушения, а также в счет компенсации морального вреда и различные юридические услуги, необходимо передавать ей, хотя такими полномочиями она не обладала. Указанными действиями потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму свыше 210 тысяч рублей. По уголовному делу, материалы которого только по результатам предварительного следствия составили 12 томов, потерпевшими признаны 14 человек, еще более 100 допрошено в качестве свидетелей. Приговором Ленинского районного суда города Чебоксары Степановой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ей назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Новочебоксарский городской суд вынес обвинительный приговор начальнику управления имущественных и земельных отношений администрации Новочебоксарска. Она признана виновной в превышении полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Подсудимая приговорена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Следствием было установлено, что чиновница в 2013 году должна была предоставить жителю города равноценный земельный участок взамен изымаемого с последующим заключением соглашения, а также провести оценку рыночной стоимости объекта. Егорова разработала преступный план по передаче трех участков площадью более 2000 квадратных метров без проведения оценки. Чиновница передала их за 300 тысяч рублей вместо 3,5 миллионов, игнорируя заключение соглашения. Тем самым бюджету у Новочебоксарска был нанесен весомый ущерб. Чебоксарский залив вновь стал центром проведения всероссийских ледовых гонок. В минувшие выходные здесь прошел второй этап Кубка страны по автомобильному спорту. На зимнем празднике скорость побывал глава республики Михаил Игнатьев. Конечно, не Формула-1, однако для жителей столицы зрелище весьма захватывающее. Гонщики из шести регионов страны вступили в борьбу за Кубок России. Соревнования проходят в четыре этапа. Половина пути уже позади. Экватор состоялся в Чебоксарах. Первым опробовал лед Михаил Игнатьев. Спортсмены участвуют в разных регионах, на разных чемпионатах. Им оценивать, соответственно. Но здесь у нас вид очень хороший, очень много зрителей. И та трасса, которая подготовлена, то, что они оценивают на самом деле на высоком таком уровне подготовленности трассы, полагаю, будет очень много положительных эмоций, азарта. Первый этап для гонщиков Чувашии, который проходил в Вологодской области, был удачным. Тогда, по итогам общекомандного зачета, наши автоспортсмены оказались на первой ступени в квалификационном зачете 1400 и вторые в группе 1600. Андрей Васильев завоевал золото. Домашний лед сулил гонщику не меньший успех. Я говорил, что нужно доехать до финиша, конечно, в первую очередь. А потом можно настраиваться на победу. Но в данной ситуации у меня небольшие технические проблемы имеются, поэтому борьба будет сложнее. Зрители очень болели за Андрея, но из-за технических проблем он всего шестой в турнирной таблице. Не меньшее внимание было приковано к представителю Ульяновска, 17-летнему Егору Санину. Участник, который не имеет даже водительского удостоверения, является обладателем Кубка Европы по автомобильному спорту прошлого года. Организаторы вообще молодцы. Они подготовили отличную трассу. И мы, надеюсь, все зрители получат большое удовольствие от нашей езды. Заключительный четвертый этап пройдет 5 марта на этом же льду. Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика. Участники республиканского проекта «Тхэквондо. Вместе путь к здоровью» начали свое путешествие по школам Чувашии. Первую остановку они сделали в деревне Напольной Котяки Канажского района, где провели мастер-класс для юных учеников. Эти спортсмены – соперники лишь на татами. В обычной жизни они – Миша и Дима Мутюковы, братья, с детства полюбившие тхэквондо. На их счету уже не одни соревнования, причем разного уровня. Старшего Мишу мама привела в этот спорт еще в 6 лет. В выборе не ошиблась. Мама захотела меня привезти в тхэквондо, потому что в садике однажды меня побили. Мне понравилось, что можно обороняться, можно защитить кого-нибудь. Тхэквондо – это не для атаки спорта, это для самообороны. Сейчас мальчики вместе с представителями Союза Тхэквондо Республики показывают своим сверстникам, чему они научились в спортивной секции. Раньше я про тхэквондо не слышала, но сегодня приехали из Чебоксары, показали мне мастер-класс. И под руководством тренера мне удалось развить дошечку. Я от себя такого не ожидала. Проект Тхэквондо – вместе путь к здоровью – не просто обучение этому виду спорта, это еще и приобщение детей к здоровому образу жизни. Союз Тхэквондо Чуваши является победителем конкурса Минэкономразвития 2015 года. Благодаря этой поддержке организация приобрела напольное покрытие, благодаря которому сегодня у нас выездной мастер-класс. Родители, которые считают этот вид спорта травмоопасным, опытные тренеры успокаивают. У каждого их воспитанника есть защитная экипировка. Тхэквондо очень полезна для общего развития, для гармоничного развития. Она укрепляет и тело, и дух, не только физически, но и духовно совершенствует человека. Это очень полезно для здоровья. Возможно, теперь последователей корейского боевого искусства в районах республики станет больше. Екатерина Абрамова, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня Чуваши, как сообщает сайт «Погода-21» оказалась под влиянием южного циклона Ульрика. Именно он принес в республику необычайно теплую погоду. Осадки должны ослабеть утром в среду. Во второй половине дня температура воздуха понизится до 0,2 градусов мороза и начнется снегопад с метелью. Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте. Автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию и меры безопасности. Это все материалы выпуска. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин